Друзья, мы с вами затрагивали уже тему о том, что когда начинаешь общаться с психически нездоровым человеком, ну, с психом, да, с шизофреником, то сам того не замечая, начинаешь перенимать его образ мысли, его повадки, и тебе уже не кажется, что он шизофреник. Ты понимаешь, что вроде бы он нормальный, но для других ты точно так же становишься ненормальным. Шизофрения – это заразительно. Но помимо всего прочего, психологический настрой, он тоже заразителен. Допустим, вы радостно вошли в класс, и вдруг все ученики почувствовали, что у учителя такое радостное настроение, и им тоже становится немножко радостно, хотя они не понимают, почему. Или вы агрессивны, и тут ученики сжимаются и видят, как у вас плохое настроение. Негатив, друзья, заразителен. И надо окружать себя всегда людьми положительно настроенными. Я не говорю дураками, я не говорю, что у тех, у кого деменция мозга, и они всегда могут быть положительно настроены. Нет, психологический настрой заразителен особенно при долгом общении. Дело в том, что в мозге есть так называемые зеркальные нейроны, отвечающие за эмпатию и позволяющие нам ставить себя на место другого человека. И хотя сама эта способность полезна, у нее есть и отрицательная сторона. Ведь мы перенимаем не только хорошее, но и плохое. Хотя мы не всегда себе в этом признаемся, мы должны понимать, что негатив рождает негатив. Психологи обнаружили, что негативные мнения имеют большой вес и влияют сильнее, чем позитивные. В ходе эксперимента участники оценивали различные продукты. Затем они делились своими отзывами, как положительными, так и отрицательными, с другими. И тогда вот ученые обнаружили, что отрицательные отзывы влияли на отношение других к продукту. Если оно изначально было плохим, то становилось еще хуже. А если было хорошим, то часто менялось на плохое. Более того, когда участники лично общались с теми, кто дал отрицательный отзыв, они еще больше укреплялись в негативном отношении. Вывод однозначный. Негатив порождает негатив. Психологи из Гарвардского университета изучили связь между эмоциональным состоянием и взаимоотношениями. Они анализировали не спонтанные всплески эмоций, которые мы испытываем, делясь своими чувствами с другими, а влияние нашего эмоционального состояния на психику наших близких. Они обнаружили, что распространение эмоций происходит подобно вирусной инфекции. Причем грусть передается лучше, чем радость. Иными словами, радостный друг повышает нашу радость на 11%, тогда как несчастный усиливает наше несчастье вдвое. Психологи сравнили негативные эмоции с гриппом. Чем больше у вас зараженных друзей, тем вероятность заболеть вам тоже становится очевидной. Плохое настроение мы замечаем сразу. Вот вы подходите к своему другу, да, и вы понимаете, как он настроен. То ли радостно, то ли у него плохое настроение. Причем он вам еще может ничего не успеть сказать, но вы уже видите, что у него плохое настроение. И вам тоже становится не по себе. Мы замечаем это, и агрессию тоже мы быстро замечаем. Наш мозг реагирует на эти проявления очень своеобразно. Всякое общение начинает нами восприниматься как грубость, в результате чего мы сами перенимаем плохое настроение. Это продемонстрировали психологи из университета штата Флорида. Попросили они участников эксперимента пообщаться со случайно подобранными партнерами. И вот тогда оказалось, что те, кто столкнулся с грубостью, чаще грубят следующему партнеру. Причем агрессивный настрой иногда сохранялся целую неделю. То есть представляете, насколько агрессия действует на человека, что она не только вот два часа следующие, да, день следующий может в человеке сохраняться, а она живет в человеке несколько дней. Это вот агрессия и негатив, которым с вами кто-то поделился. А вы не допускайте, чтобы с вами делились агрессией и негативом. Ну, желательно, конечно, когда вы видите агрессивного настроенного человека, в общем, развернуться и уйти. Конечно, если это удобно, не каждый может себе позволить. Это нужно быть очень сильным человеком, чтобы уметь себе позволить такое развернуться и уйти. Там, где ты чувствуешь агрессию. А вот в другом опыте ученые попросили участников найти слова в нагромождении случайных букв. Оказалось, что те, кто сталкивался с грубостью, чаще находят слова, связанные с негативными эмоциями. Получается, что мы перенимаем на себя то, что проецируют на нас другие, а в особенности негативные эмоции. Хотите вы того или не хотите, настроение окружающих людей передается вам и влияет на ваше поведение. Вот почему так важно не допускать негативных людей слишком близко. Постоянный контакт с негативом принесет печальные плоды для вас, для вашего настроения, для вашего даже хода мыслей. Все влияет, все взаимосвязано. Поэтому вы должны окружить себя людьми, которые влияют на вас позитивно. Ну, разумеется, и вы сами должны заряжать других тоже позитивом. Это же не значит, что они вас позитивом, а вы их негативом. Вы в себе должны тоже пересмотреть отношения к жизни. Столкнувшись с негативом, старайтесь отвечать в положительном ключе. Позитивные эмоции не столь заразительны, но это лучшее, что мы можем сделать для человека в плохом настроении. Если у вас есть такие друзья, которые любят поплакаться, чтобы их пожалели, это тоже ведь плохо, вы понимаете? Этот их негатив, вот этих вечных слез, вечных стонов, стинаний, что все плохо, он тоже вам передается. А вам зачем это нужно? У каждого своя направленность мышления. И мышление каждого должно идти в положительном русле. Не в негативе, а именно в положительном. Негатив всегда порождает агрессию. А агрессия, ну это уже друзья, при агрессии валятся все дела, разрушаются все отношения. Поэтому желательно, конечно, не общаться с людьми агрессивными. Но если вам никуда не деться, то старайтесь просто не отвечать на их агрессию. Ну просто не замечайте, да? Отворачивайтесь, уходите. Понимаете, когда человек начинает агрессивно с вами разговаривать, только потому, что у него свербит внутри, внутри вы его ничем, никакими положительными увещеваниями вы его абсолютно не остановите. Он все равно будет продолжать говорить в тоне негатива с вами. Причем не вы будете причиной, а кто-то другой. Просто у него, пока он там был без вас час-два до этого, кто-то испортил ему настроение. И у него возникло состояние агрессии, психологической нестабильности, неуверенности в себе всегда, друзья. Злой человек, агрессивный, он всегда в себе не уверен. Как бы он не размахивал руками перед вами, какими бы ножичками там или еще чем-то, знаете, бандиты размахивают. Но вы знаете, что как только началась агрессия, человек, значит, тот, который агрессирует перед вами, он не уверен в себе. Он слабо стоит на ногах. Конечно, это большое поле деятельности для каждого психолога, чтобы рассмотреть, понять, в чем его слабая позиция и как эта самая слабая позиция вдруг повлияла на теперешнюю сиюминутную агрессию. Но это видите, друзья, психологи это понимают. А обычному человеку ему просто нужно это знать и не вступать в разговоры с агрессивным человеком. Я говорю, самый лучший, самый простой способ – это развернуться и уйти. Но здесь тоже нужна сила воли иметь, чтобы совершенно спокойно развернуться и уйти от агрессивного человека. Тогда в таком случае агрессия у того, кто ее проявил, она будет утихать. И вы тем, что уйдете от него, отвернетесь в другую комнату или вообще из дома выйдете, да? Вы сделаете ему только благо. Потому что когда он видит, что у него нет объекта для выплеска своих эмоций, своей агрессии, он успокоится. Он, да, через какое-то время он успокоится и приведет свои нервы и свое психологическое состояние в порядок. Интересная тема. Пишите на эту тему, если вы знаете больше. Какие-то у вас примеры наверняка перед глазами были. Я Таня Карацуба, Сейдбургхан.